Мы с вами сегодня поговорим, вы меня в прошлый раз спрашивали в двух словах рассказать, какие мы называем колоды ресурсные, какие мы называем основные. Еще раз хочу сказать, что у нас есть презентация, видеопрезентация по всем колодам, она коротенькая, там чуть минутчик пять. Это для тех, кто не очень хорошо пока разбирается, откуда колоды пришли, как их использовать, кто их автор, для чего их больше применять. Вот, и только единственное, что нам надо с Катериной понять, как вот вам эти колоды, кто нуждается, я имею в виду презентацию, до вас донести. Значит, далее мы с вами поговорим, так как мы все-таки используем с вами элементы коучинга в наших психологических консультациях наравне с проективными методиками, к коим относятся метафорические карты. Мы с вами немного поговорим об установлении рапорта, что можно сделать с картами значительно быстрее, интереснее, проще. А самое главное, мы делаем значительно проще для себя, для себя. Потому что, согласитесь, когда мы пытаемся помочь нашему клиенту, то на нас и так лежит очень большая нагрузка. Мы задаем вопросы, мы слушаем его, мы тут же пытаемся для себя сформировать, какой у нас будет план действий, как мы будем помогать человеку и так далее, и так далее. И вот эти вот карты могут стать вам очень и очень хорошим помощником. Я вам покажу три хороших техники, ресурсное место, выставка и машина времени. Они действительно хорошие по своей простоте. Кто со мной занимался на наших прошлых вебинарах по практическим отношениям мужчин и женщин, и о том, как консультировать таких клиентов, если у них есть проблемы в отношениях, я показывала эти техники с другими картами. Вам будет также интересно. Еще раз хочу сказать, любая техника может быть проведена абсолютно с любой колодой. Это сейчас уже у нас есть и 40, и 45, и 50 колод. Но даже если есть одна, все равно можно сделать ничуть не хуже. Что касается 88 техник, конечно же, мы говорим о том, что эти техники есть за 4 раза по 2 часа. Вряд ли я, даже если очень быстро захочу, всем их техникам вам покажу. Но вы должны понимать, добрый вечер, Мадина, добрый вечер, Виктория, мы должны понимать, что если вы владеете вот этими базовыми, то уже дальше вы сможете, в зависимости от запроса клиента, и добавлять новые колоды, и добавлять новые карты. И, в общем, никаких не будет проблем, чтобы создать своих авторских целых 200 техник. Все зависит от того, насколько вы привыкнете сейчас работать с метафорическими картами, насколько быстро они вам откроются. Ну, вот это вот в двух словах, что я хотела сказать, а сейчас мы начнем. Итак, основные и ресурсные колоды. Уж прошу тех, кто уже давно работает с картами, прямо одну минуточку подождать, да, еще раз для себя решить. Я не буду сегодня рассматривать израильские колоды. Мы все-таки говорим о новичках, поэтому вы должны понимать, друзья мои, что если вы хотите уже начать работать, то базовые, самые главные колоды, которые у вас должны быть, это 3. Это ох, вот они лежат, видите, подписаны, ох. Мы в прошлый раз с вами и говорили. У нас в этих колодах есть две части. Это части слова, вот они, вот они, и части картинки, вот они. Можно работать и только с картинками, можно работать и только со словами, можно работать одновременно, можно сочетать с другими картами. С охов мы берем слова, с других карт мы берем картинки. То есть все зависит от того, насколько вольно вы уже себя чувствуете, насколько вы на «ты» с метафорическими картами. Итак, основные колоды ох, колода персона, вот здесь образы, и в этой колоде только образы, и вот здесь вот внизу знаки. А в прошлый раз мне коллеги писали, что многие клиенты с удовольствием эти знаки читают и понимают их. У меня таких клиентов нет, равно как и я не отношусь к таковым. Поэтому я знаки не беру в свою работу, беру только образы. И еще одна колода, которая называется «Копи». Посмотрите, пожалуйста, «Копи» – это прекрасная колода для консультирования пациентов с тяжелыми психологическими травмами. Эту колоду в основном стали применять, и пришла она к нам из Израиля. Вы знаете, что там как раз после всевозможных терактов, после очень сложных событий, которые переживают люди, живущие в той стране, вот эти вот карты совершенно незаменимы. И уже все те, которые появились после, все-таки для меня это уже последующие колоды. Если мы говорим, с чего начинать, то лучше начинать с классики. Вот это вот три основные колоды. Если они у вас будут, то, в принципе, вы уже можете сделать абсолютно все. Ну и парочку слов о ресурсном. Значит, с ресурсной колодой. Вот вы видите «Сага». Эта колода очень хороша, потому что ее можно использовать как с детьми, так и со взрослыми. Не так много у нас колод, которые мы можем использовать при консультировании детей. «Сага» – это одна из них. Там есть единственная, не самая приятная колода, простите, карта – это «Грок». Но дети прекрасно совершенно воспринимают для них немножко по-другому все это. И это, слава богу, что ребенок настолько любит жизнь, что он по-другому воспринимает эту карту. Если мы с вами консультируем тяжело больных людей, то я советую карту гроба все-таки вытащить и не применять ее во время консультирования, потому что, как вы понимаете, у нас все совершенно по-разному воспринимают. И потом это можно здесь вот оставить где-то, оно будет фонить. Как бы мы ни сказали человеку, смерть – это только начало, это все ерунда. Человек будет вот с этим гробом дальше и находиться. Так что лучше эту колоду убрать. Все остальное совершенно безопасно. Вот такая милая колода «Сага», с которой мы можем всегда начинать консультации. Я вам сегодня тоже в двух словах расскажу, как это можно сделать. И очень хорошая колода «Марена». Вот если вы на картиночке видите, значит «Марена» – это много-много замечательных, очень веселых картинок о жизни индейского племени. Тоже состоят эти колоды из двух частей. В одной это вот много картиночек, а в другой чуть-чуть поменьше там следы. Следы значительно простые, можно легко комбинировать. И особенно детки очень любят рассматривать, составлять истории и соединять эти две колоды. Ну и еще о ресурсных колодах. У нас, безусловно, хабитат, среда обитания. Тоже видите на картинке здесь вот самые разные у нас природные какие-то явления, животные. Вот все, что связано с природой, с окружающим миром. Хорошая колода. В дальнейшем я вам буду обязательно рассказывать, как ее можно использовать с элементами коучинга. Ну и вот тут замечательно идет волшебник. Это у нас из колоды «Мерлин». Супер колода, в которой мы всегда можем заканчивать консультацию, всегда можем говорить клиенту, давайте же достанем послание от нашего внутреннего волшебника. Что сейчас он вам советует. И вот человек на такой ресурсной ноте, а там действительно все вот такие очень красивые, сказочные волшебники. А вот даже смотрите, идет волшебник, рядом с ним летят два ангела. Вот я даже если вас сегодня спрошу, что для вас эта карта, вот если бы вам она попала, что бы вы сказали, какой совет дает вам ваш внутренний волшебник? Я знаю абсолютно точно, что сейчас вы мне выложите самые-самые-самые разные интерпретации. И в этом-то и хороши метафорические карты. Каждый человек берет именно для себя ответ на свой вопрос. Елена пишет, ангел-хранитель всегда с нами. Заметьте, даже два. Здесь даже два ангела-хранителя. Здорово, здорово. Можно говорить о том, что да, у нас есть проводники, которые всегда укажут наш путь, поддержка. Оксана говорит, совершенно верно. То есть вот, причем обратите внимание, я сказала про путь, значит, уже можно говорить о том, что я, наверное, куда-то иду. Для меня сейчас есть что-то новое, где мне необходим проводник. Сказала вот, например, Елена сказала, радость, ну здорово, здорово. Ангел-хранитель, вторая Елена сказала, да, значит, сынуждается она вот в таком хранении. Попутный ветер тоже нанитала вместе со мной, видимо, в пути идет. Может быть, это наши родители, раз и два, ну что, все может быть и так. Это опять же можно говорить помощники. Лариса говорит, что это наши мысли. Здорово у вас, какие прекрасные, Ларис, у вас мысли ангельские, крылышками. Всем бы пример с вас брать, а то, что такие мысли в голове, что не знаешь, куда от них деваться. Вот это вот основные ресурсные колоды. Вот имея это в арсенале, все, вы можете практически творить чудеса и делать мудрец, Татьяна пишет. Ну да, конечно, вот там вся колода из мудрецов, вот, но по всей видимости, Татьяна, может быть, какой-то мудрый совет вам сейчас необходим. То есть от того, что даже человек берет для себя вот из этой картинки, мы уже можем сделать вывод, в чем у него запрос, в чем он нуждается. И сегодня еще вам выложил две дополнительные колоды, достаточно распространенные колоды Эко. Посмотрите, здесь только... Которая колода? Если мы говорим с вами о том, где был человечек, Мерлин, да, значит, сейчас еще раз вернусь. Посмотрите, вот эта вот карта, где идет у нас путешественник, да, волшебник, это просто называется Мерлин-путешествие. А есть точь-точь такая же колода, но только внизу еще надпись, такие вот аффирмации. Твой путь освещен счастьем и так далее, и так далее. То вот эта колода называется Мерлин-послание и озарение. Лучше брать одну колоду какую-то, потому что, ну, во-первых, они дорогие, как и все израильские колоды, а во-вторых, ну, это уж чересчур лучше что-то другое взять из другой области, потому что, в принципе, они однотипные. Для меня просто так вышло, что я еще не знала и купила две. Для меня, конечно, лучше колода, где нет вот этих вот аффирмаций, все-таки, чтобы человек додумал сам, а мы ему не давали вот этими советами, куда ему дальше идти и что делать. Вот, Хабитат, сейчас я вернусь. А вот это Хабитат, да, Хабитат – это среда обитания. Среда обитания, вот она от меня слева. Здесь, как я уже сказала, карты, мы сегодня с ними будем работать. Карты, ну, такие вот, какие-то эпизодические моменты природы, там, такой спокойствие, окружающий мир, хороший. С ними не так много техник, надо сказать, они все-таки больше на ресурс идут, но они очень милые. Если будут лишние денежки, можно всегда купить. Так, и вот показывала вам дополнительные колоды. Просто показала их две, а на самом деле, конечно, их там великое множество. Мы можем говорить с вами о Танду, это колодах взаимоотношений. Не знаю, можно ли их назвать дополнительными, потому что если мы с вами консультируем пары, то они самые, что у меня есть, основные. Вот, есть еще самые разные колоды. Меня часто спрашивают, а можно ли брать Таро? Я беру с удовольствием. Я убираю абсолютные инструкции, которые мне совершенно не нужны. Из Таро я работаю именно как с метафорическими картами. И есть совершенно потрясающая колода, которая называется Николета Чиколи. Я вот ее называю кино не для всех, эту колоду. Там такой поток ассоциаций. Я вот в следующий раз обязательно вам покажу, чтобы вы знали. Колода недорогая, и она очень эффективная. Самое печальное, когда мы покупаем задорого, а не работает, лежит. А вот здесь вот такая очень, я бы сказала, бюджетная колода. 900 рублей она стоит в Москве и на зоне продается, замечательно работает. Так, значит, итак, первая эко еще не дошла, девчонки. Вот она. Здесь у нас, в этой колоде, у нас только абстракции. Не все любят эту колоду, не всем она нравится, но, тем не менее, с ней хорошо можно работать, особенно, когда нужны какие-то ассоциации, когда мы работаем со страхами, когда мы работаем с каким-то явлением, которое сложно описать конкретными картинками. А вот справа от меня называется колода «История Лиди Джаков». Странная, ну да неприличие странное, но с ней хорошо работать с внутренними страхами, внутренней тенью. Значит, та колода, о которой я вам говорила, Таро, называется «Николета Чиколли». Я покажу вам в следующий раз «Николета Чиколли». Таких колод очень много, мне просто подарили, я как-то так к ней скептически, а потом такая красота, что просто ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Значит, поехали мы дальше. Вот эта вот колода «История Лидии Джаков». Вы видите, да, вот карты здесь выложены. Здесь и какие-то, ой, тут вообще очень сложно понять, что тут нарисовано. И чудище, и какие-то пушки, и люди, и я бы даже сказала, где-то, может быть, Лермонтов. В общем, такой вот сбор всего-всего-всего. Но интересная колода, говорят, что она выпущена каким-то там ограниченным пирожом, всё это ерунда, сколько хотите, везде продаётся. Просто у них все работают, покажу сегодня, что с ним можно делать. Но на самом деле это не та колода, которую надо покупать в первую очередь. Вот, что я хотела вам сказать очень коротко о колодах. Израильский даже не брала, даже и не брала. Колода называется «История Лидии Джакоб». «История Лидии Джакоб». Она очень хорошо известная. Девчонки, ещё раз вам хочу сказать, и мальчишки, но что-то не вижу. Есть у нас презентация на вот эти все колоды, прям хорошие на музыке. Я так делала профессионально на радиостудии, писала звук. Просто нам надо понять, как вам донести эти колоды, чтобы вы спокойно посмотрели, не торопясь, и уже понимали, что к чему. Итак, установление рапорта. То есть, по большому счёту, и в коучинге, и в психологии – это тот самый первый шаг, который мы начинаем делать, как только к нам приходит клиент. Это заключается прежде всего в том, чтобы человек почувствовал к нам доверие, чтобы человек понял, что мы не нарушаем его границы, чтобы человек смог расслабиться и действительно рассказать нам то, что у него по-настоящему болит. Хотя психологи со стажем прекрасно знают, что люди всегда обманывают. Даже в наших глазах из-за своей деньги они хотят выглядеть красиво. Поэтому карты нам в помощь, карты и язык тела, если только перед нами непрофессиональный разведчик, обмануть практически нельзя. Итак, если мы говорим о том, что к нам пришёл человек, и мы хотим, чтобы он расслабился, успокоился и начал с нами беседовать, я вам предлагаю очень хорошую технику, которая называется «ресурсное место». Можем прислать презентацию всем, кому угодно, Катерине, говорите, и она скажет там, где её взять или где её скачать. Ресурсное место. Я вот здесь вот вам нарисовала, нарисовала, да, опубликовала из Хабитата вот эту замечательную карту. А вообще так же самое можно делать и с сагой, и с мифами, то есть с самыми разными ресурсными колодами, которые у вас есть. Значит, как выглядит эта техника? Очень просто. Прежде чем мы начнём говорить с человеком, мы его просим в открытую, в открытую, достать из колоды, которую мы ему предложили, карту, на которую ему приятно смотреть. Эта карта связана с хорошими воспоминаниями, вероятно. Эта карта связана с каким-то очень позитивным настроением. То есть у нас у всех в жизни есть что-то такое, что нам приятно. Поэтому мы просим в открытую, в данном случае Хабитат, можно из любой ресурсной колоды достать карту в открытую, где человек хотел бы оказаться или то место, которое ему приятно. Ну вот здесь вот видите, я достала вам такую девчонку, которая смеётся вместе с лягушками. Здесь можно говорить, наверное, просто о радостном настроении. Человек вам может сказать, вот мне приятно смотреть на эту карту, и я хотела бы оказаться на природе, где я совершенно беззаботная, где я радуюсь миру, веселюсь и так далее, и так далее. И вот когда нам человек начинает рассказывать об этой карте, то он уже впадает в лёгкий транс, в лёгкий, погружается в то приятное воспоминание, и с него спадают вот эти самые границы. Немножко отключается сознание, которое всегда бережёт нас и на всё говорит «нет». И здесь чуть-чуть человек может расслабиться, и мы доходим быстрее до его бессознательного. После того, как вам человек рассказал об этой карте, где он хочет оказаться, с кем он хочет оказаться, кстати говоря, если вы спросите, с кем вы хотите быть, и человек говорит «один». О, он устал. Это первый признак. Человек устал, человеку хочется побыть одному, и мы уже себе такую делаем в головочке, закладочку. Ага, обязательно спросим, от чего он устал? Он устал от работы, от отношений, что такое, почему один в таком прекрасном месте? Если же человек говорит «о, я хочу побыть там с друзьями, с мужем», то здесь уже у нас всё в порядке, и недоверия к миру мы не наблюдаем. Что мы делаем дальше с этой замечательной картой, которую нам человек описал? Мы её кладём на стол в его видимости и говорим, если вдруг во время консультации, может быть он интроверт, конечно, конечно, всё может быть, но в данном случае-то нам это и не столь важно, Ян. Главное, что вот он попал в ресурсное состояние. Так вот, мы говорим ему, что если вдруг во время консультации вы почувствуете, что вам стало дискомфортно, неспокойно, что я вдруг задала вольно или невольно какой-то вопрос, который вам не очень приятен, Пожалуйста, посмотрите снова на эту карту, посмотрите и вспомните вот это ваше состояние, и вы увидите, что вы очень быстро придёте в норму. И это так и есть. Скажу вам по окуту, никто никогда на эту карту не смотрел. Ну, никто и никогда, я сколько раз замечала. Но вот то, что она лежит рядом, это человек же, он всё равно остаётся в детстве. Вы понимаете, даже если самый взрослый сидит перед нами, уже умудрённый, седой, он всё равно верит в сказки, в чудеса, поверьте мне, как в сказках про тех. И когда вот мы ему говорим о том, что есть что-то такое, что рядом, что помогает, что тебе даёт возможность быть в балансе, не расстраиваться, верят, и с удовольствием эта карта у них лежит, и они её так вот краем глаза обязательно во время нашей консультации имеют в виду. Вот такой вот очень хороший момент, когда мы можем начать консультацию, хорошая методика, и она очень простая, вы можете её использовать самыми разными колодами, что опять же приятно. Главное, не забудьте, что мы достаём карту в открытую. Понятно нам всё с этим? Будем считать, что да, всё просто. Поехали, следующая методика. Это всё мы с вами аэропорт устанавливаем, да, и вызываем доверие у клиента. Эй, какие у меня ребятишечки сидят. Значит, следующая техника, следующая техника называется выставка. Мы её можем проводить, вот в данном случае я её сделала с персоной, а вы можете её проводить, например, с эко, если у вас там есть абстрактные какие-то карты. Мы говорим человеку, но вот если ко мне придёт клиент, то я вот, исходя из этих карт, скажу, вы попали на выставку портрета. И сейчас я попрошу вас достать те портреты, которые вы увидели. Эта техника в закрытую, в закрытую. И мы просим человека достать три карты из персоны в закрытую и выложить их в рядочек. В закрытую, помните, да, в рядочек. Обязательно спросите на этой технике у человека. Хотите вы поменять карты местами или оставим так? Это важно. Наша бессознательная нас всегда вводит в прошлое, в настоящее, в будущее. И в зависимости от того, как человек положит карты, мы уже с вами можем прогнозировать, куда он у нас движется, в каком он состоянии находится лучше. В общем, сейчас, в будущем, как ему кажется, или в прошлом. Когда человек выложил эти карты, мы начинаем по одной, никогда не вскрывайте всю линейку, по одной, вскрывать. Итак, мы спрашиваем. Скажите, пожалуйста, что вы видите на первом портрете? Ну, и человек рассказывает. Вот, я вижу чудесного, прекрасного малыша, ему так хорошо, он веселый. Можно спросить, а где он живет? Да, он живет у родителей, в общем, сказочно, жизнь у него отличная. Хорошо, обговорили. Обязательно спросите, что-нибудь хотели бы вы к этой карте добавить? Хотели бы что-нибудь дать этому малышу? Человек вам может сказать, вы знаете, вот мне кажется, он чересчур беззаботный. Я ему говорю, ну, это же малыш. Ну, понятно, что малыш. И вот здесь вот люди уже начинают говорить о себе, понимаете? Уже даже вот на таком малыше о себе. И клиент говорит, да, но он же вырастет. И вот все-таки для меня вот он беззаботный. Мне бы хотелось, чтобы он немножко научился себя защищать. Ага, услышали, спасибо. Поедем дальше. На другой карте что вы видите? Ну, здесь дядька ученый в очках, он такой зануда. Да, ему так все обильно. А как вам эта карта? Ну, скучная. А чем она скучная? Ну, как-то вот понятно. Человек вам описывает, а мы задаем вопросы. Обязательно спросите человека, как бы вы, вот, например, назвали первую карту. Он вам может сказать, беззаботная девушка. Отлично. Как вторую карту? Ну, зануда. Хорошо. А что на третьей карте вы видите? Ну, вот, как мне обычно описывают клиенты, это какое-то абсолютно разобранное состояние. Все летит в самторары. Человек разобран, даже нет какого-то образа. А как бы вы назвали эту картинку? Жизненная мозаика. Ага. И вот смотрите, уже вот эта картинка, условно, как увидит человек, она у него лежит в зоне будущего. И вот он ее именно вот так и трактует. И когда мы начинаем с вами спрашивать, а давайте теперь посмотрим, вот из этих трех портретов, которые вы мне нарисовали, что повторяется в вашей жизни? Вот то, что было в прошлом. Было ли вот эта беззаботность? Да, вам говорит человек, было. И вот я почему не сказала, и только сейчас об этом понял, я был чересчур беззаботный и так далее, и так далее. Хорошо. Хорошо. А вот этот вот человек, это сейчас моя жизнь. Но я к вам пришел не просто так, потому что я чувствую, что вот условно нас сокращают, мне надо менять работу. И я понимаю, что для меня это просто катастрофа. И вот эту вот катастрофу он описал и вот в этой третьей карте. Хотя на самом деле, если человек не чувствует катастрофы, он эту третью карту может описать как угодно. Он может описать, что это маски, он может описать, что это ребенок рисует чудище, это совсем не страшно. Люди дают самые разные интерпретации, но главное, что они всегда говорят о себе. И вот по сути нам уже человек рассказал свою проблему. Свою проблему. И мы уже с этого можем спокойно начинать. Если карты лежат в закрытую, мы обязательно человеку говорим, вы можете поменять местами. Если мы уже их открыли, нет, местами мы не меняем. Тут же видите как, он интуитивно, если в закрытую, то он распределяет, где он в будущем, где настоящем, где в прошлом. И рука никогда не ошибается. Когда ко мне приходят на семинары, ну вот такие вот ученые-мужи, доктора наук, клинические психологи, они всегда поначалу начинают мне рассказывать о мистике, о гаданиях и прочее, прочее. Я уже совершенно спокойно к этому отношусь. Я раньше так болезненно воспринимала. Сейчас мы уже просто весело. И я говорю, да, в этом что-то есть. Так же, как и есть что-то в нашем мозге, которое до конца не изучим. Так же, как и есть что-то в нашей жизни, которое мы до конца не знаем. Так же, как и есть в том, что нас окружает. В этом что-то есть то, чего наука и мы объяснить не можем. Но рука никогда не ошибается. Это имеется в виду. Вот так вот выглядит эта техника выставка. Ее, как я уже сказала, можно вытащить абстрактные карты. На абстрактных картах, ну вот давайте мы с вами вернемся. Я вам просто покажу. Вот видите, вот там вот, например, лежит одна и вторая карта. Да, вот сверху лежит что-то такое желто-красное. А дальше лежит вообще такая красная с глубой карта. Вот если человек абстракцию хорошо воспринимает, если вот у него нормально все с воображением, ой, они удивительные вещи рассказывают. И тогда люди реально вам рассказывают свое прошлое, настоящее будущее. Ваша задача только слушать. Вот человек может сказать по первой карте, я вижу зеркало. Но зеркало это, оно испортилось. Вот с одной стороны в него, это мне так клиентка рассказывала, с одной стороны в него светит солнце, поэтому оно солнечное. А вот здесь вот это зеркало кого-то поранило. И это кровь. Ничего себе. А на самом деле так и оказалось. Но только эта кровь у нее была ассоциативна. Она перестала себе нравиться. Она после родов очень сильно располняла. У нее осталось необыкновенно красивое лицо. И очень большое тело. Очень. И вот это была ее проблема. Солнечное зеркало с кровавыми какими-то солидами. Ну, в общем, потрясающая вещь. Так. Прошлое слева, будущее справа, в середине настоящее. Ну, это помните цыганки, да? Что-то было, что будет чем-то. Сердце спокойствует. Но факт есть факт. Когда люди выкладывают колоду, они так интуитивно себе и предполагают, что слева это прошлое. Есть такая замечательная техника. Называется карта внутренней страны. Мы ее используем на сказкотерапии. Когда человека просим нарисовать, ну, вот, да, там, границу своей внутренней страны, там, в виде эллипса, овала, круга, неважно. И вот расчерстить, что ему кажется у него, левши наоборот, совершенно верно. Хотя, Светлан, я не знаю, мы должны понять у левши, как он себя воспринимает. Если перед вами левша, спросите его. А вот если бы я вас спросила, с какой стороны у вас будущее, а с какой прошлой, что бы вы мне сказали? Ничего нет такого. Общайтесь с клиентами. Мы же тут не фокусы показываем, правда? Вот, поэтому спросите у левши, не проблема. Не знаю, как у него. Не могу вам сказать. Ко мне чуть легче, кроме моей внучки, никто ни разу не приходил. Но она еще, в общем, маленькая, но карта рассматривается довольственной. Так вот, в этой карте внутренней страны, о которой я вам говорю, человек пишет, интуитивно рисует, что у него там в внутренней стране есть. Горы, моря, реки, озера, леса. И потому что он нам нарисовал, мы уже ему можем сказать, где он находится, где у него ресурсы, чем он живет, в прошлом или будущем. И вот эту вот карту мы тоже делим на прошлое, настоящее и будущее. И слева человек всегда воспринимает, что у него это прошлое, а справа это будущее. Ну, а в серединочке настоящее. Так, поехали дальше. Тык, тык, тык. Следующая хорошая техника для установления работы на дурацкой совершенно колоды. Уж простят меня создатели. Ну, все равно она необычная. Вот это три карты, имейте в виду, это просто они так в рядочек лежат. Тут три карты. Значит, машина времени. Колода истории Лидии Джако. То же самое из этой же серии. Чтобы человеку было интересно, мы можем сказать ему, а давайте предложим, что вы путешествуете в машине времени. О, здорово, давайте. А давайте предложим вам сейчас отправиться в прошлое. Хорошо, говорит человек. И мы просим его достать в закрытую из этой колоды карту на прошлое. Тут уже конкретно мы говорим. На прошлое. Следующую в закрытую карту. Видите, здесь какой-то страшный зверюк. На настоящее. И следующая карта на будущее. Сейчас я вам открою один половой секретик. Начнем разбирать карты. Вот три карты человек достал. Где курочки, где какое-то чудище, и где какой-то агрегат лежит, и кусок кулича, я так предполагаю. Или какого-то сладкого хлеба с изюмом. Дальше мы выкладываем по одной, опять же, по одной, помните, да, карты. И начинаем рассказывать. Итак, что вы увидели в прошлом? Человек говорит. В прошлом я заметила. И вот тут вот это, видите, я вам всегда показываю абсолютно действенные документальные фотографии с моих консультаций. Вот, и я, все клиенты в курсе, совершенно ни у кого не возникает момента, что я влезаю в чью-то жизнь и рассказываю секреты, потому что никогда, даже за самые большие деньги, вы не узнаете, о ком идет речь, да, поэтому все этические нормы соблюдены. Так вот, клиент, рассказывая вот об этих картинках, он реально мне рассказал всю свою проблему, хотя и не собирался. Дама рассказывает, что в прошлом она приземлилась в некую деревню на машине времени, где увидела замечательные крепкие хозяйства, курочку с петушком и так далее, так далее. Спрашиваю, какую еще можно в этой технике, любую, девочки, колоду можно использовать. Марена отлично идет, сага супер идет, можете использовать картинки от этого, от охов, любую просто. Все рассказывает по картинкам о себе. И вот она говорит, что там, в этом хозяйстве жили очень крепкие семьи, в данном случае петушок с курочкой, в общем, такая благостная картиночка. Обязательно иногда провоцируем клиента, чтобы понять, все ли так хорошо. Закрытую, закрытую, все достаем здесь закрытую. Спрашиваем, скажите, пожалуйста, а вот что вам в этой картинке с курочками не нравится? И она мне говорит, спешновато. Ага, понятно, я себе все услышала. Дальше мы сели на машину времени и полетели в следующее, в настоящее, что называется. Кого вы тут видите? И тут женщина говорит, боже ж ты мой, какой кошмар, это страшное чудище, у него шерсть с дыбором, и вообще, дыбором это очень смешное слово, да? Вот, и вообще у него страшные зубастые какие-то пасти, вот. А еще посмотрите, пожалуйста, в этом чудище очень четко виден пол, видите, да, этого чудища. Пардон, это пол мужской особи. Обратите внимание, если женщина сразу же говорит о том, что я вижу вот эту саму Е, что отличает его от женской особи, здесь совершенно четко у нее есть определенные проблемы. Либо ей не хватает, либо у нее там какая-то дисгармония, либо этого нет вообще. Но это удивительная вещь. Женщины, которые в этом состоянии, а я имею в виду в половой удовлетворенности, находятся в проблеме, они всегда первонаперво обращают внимание именно на эту часть рисунка. Вот это уже 100%. Если у нее все в порядке, даже не взглядит. Потом спросишь, а кто это мужчина или женщина, она говорит, что чуть не знаю даже. Вот, и это совсем не то, что у нее вообще ничего нет, и ей ничего не надо. Нет-нет-нет. Это как раз вот о том, что нет и надо. Так что самое интересное, она мне рассказывает про это чудище. Я себе все... Ага, Оксана, у вас все хорошо. Это очень здорово, когда все хорошо. Рассказывает мне об этом чудище, но я пока еще не спрашиваю ее, как вот эти картинки относятся к ее жизни. Я просто себе фиксирую вопросы, которые я потом... Какое вымя? Галина, ну какое вымя? Тут абсолютно все понятно. Какое там вы... Опять же, вы видите вымя. Я бы сделала кучу сразу же выводов о вашей жизни, если вместо этого вы увидите вымя. Я вам потом в личку, если что, напишу. Значит, после того, как мы все услышали, что нам клиент рассказал, мы едем, бежим, плывем, все как хочет клиент в будущее. Вот оно. И здесь обратите внимание, какая удивительная вещь. Значит, что вымя и бремя. Светлана написала. Я думала, коровы, которые ведут на убой. Марина, Господи. Я же говорю, люди видят именно то, что для них актуально. Упаси Господь, я уверена, что вас никто на убой не ведет, но я бы поговорила, почему у вас такая ассоциация. Это и не вымя, и не признак половой принадлежности, говорит любовь. Вот, еще раз волшебство наших карт. Каждый видит свое. Но поверьте мне на слово, если вы вот близко карту вот так к лицу поднесете, если вы увидите, то там как раз очень четко все разрисовано просто здесь. И очень много таких карт, почти большинство карт, и о жидких особей почему-то и нет. И вот когда мне клиентка стала рассказывать вот о третьей карте, вы удивитесь невероятно ее ассоциациям. А, Алена написала, что это код. Хорошо, пусть это злой код. Мне сказала клиентка, что она видит здесь церковный кулич, кулич, а здесь вот видите слева, да, а справа она, причем слева она даже не смотрела, что там, а справа она видит машину времени. И она с этой машиной времени, она реально хочет опять вернуться в прошлое. И вот тут вот начинается самое интересное. И вот тут вот мы уже можем говорить о том, что человек нам потихонечку начал раскрывать свою проблему. Смотрите, что у нас происходит. Сначала нам рассказывала клиентка, что все так чудесно, чудесные курочки, чудесный двор, чудесная семья, но скучновато. Я спрашиваю ее, это было в вашей жизни? Она говорит, да. А кто вот это? И тут она говорит, это мой любовник, который меня по сути все разрушил. Мне было скучно с мужем, и я от мужа ушла совершенно никчемному человеку. Любовник мало того, что оказался непригодный как мужчина, он еще и меня бьет, и еще пьет, и вообще он злой, и так далее, и так далее. И что же теперь? И она говорит, я надеюсь, что вот я сейчас от этого любовника ушла, я хочу, чтобы вы мне помогли в этом как-то укрепиться, потому что, несмотря на все гадости любовника, его по-прежнему любят, это же нормально, да? Вот. И вот это вот кулич, я считаю, что это мое покаяние в церкви за то, что я бросила хорошего мужа, а вот эта машина времени, это моя возможность вернуться назад и все исправить. Ничего себе! Представляете? Ничего себе! Мы с вами говорили о том, да, что кулич всегда настроен на будущее, здесь и сейчас, и что будет дальше. У нее был любовник Жуки Гаис, вероятно, конечно. Мы все-таки в психотерапии, мы, безусловно, ориентируемся на прошлое тоже, на прошлый опыт, но здесь вот такой очень хороший микс получился. И самое интересное, забегая немножко вперед, я вам хочу сказать, что муж-то ее обратно принял. Принял. Мы даже ничего не стали придумывать, мы реально пошли и покаялись. Вот, вы знаете, вот иногда бывает вот так, иногда выстраиваешь какой-то совершенно сложнейший стратегический план для того, чтобы человек получил желанное, а иногда достаточно просто по-человечески прийти и сказать, прости ты меня, Господи, дуру грешную. Ну, было бы примерно вот так вот. И вот здесь вот для меня очень ресурсная вот эта вот карта, потому что она хорошо закончилась. И вот уже прошло, наверное, года четыре, мы так периодически списываемся, живут, и у мужа, в отличие от многих женщин, хватило так-то ума и мудрости больше никогда не вспоминать эту историю. В отличие от женщин, которые ухитряются каждый раз, если приходят заблудившиеся мужья, ковырять его, пока он не найдет по новой. Коучинг тоже обращается к прошлому, но под другим углом, другим акцентом. Да, Ирин, совершенно с вами согласна, но все же коучи себя больше позиционируют, ехал вперед. Безусловно, коуч берет положительный опыт прошлого, конечно же, но мы больше сидим в прошлом. Психологи, психотерапевты больше ковыряются тут даже и говорить нечего. Вот такие вот три хороших техники, которые вы, в зависимости от того, что вам больше понравилось, можете использовать в своей консультации. Скажите мне, есть по ним у вас какие-то вопросики? А, нету никаких. Али, славненько, поехали дальше. Значит, четыре шага коучинга. То есть самое главное, то, что должно быть во время нашей консультации, на какие вопросы нам должен ответить. Мы кладем столбиком? Нет, мы кладем в ряд, просто у меня столбиком тут лежит. В ряд кладем, как хотите. Прошлое, настоящее, будущее. Это вот я пока крутила, чтобы вам как-то так получше было видно, оно и получилось столбик. В рядочек кладем. Значит, как вы помните, основная наша задача – помочь клиенту найти ответы на свои вопросы, принять решения, которые ему необходимы, чтобы цели достигнуть. И вот здесь вот четыре вопроса, они совершенно замечательные, которые и позволят клиенту это сделать. Мы их можем, эти вопросы задавать в рамках одной консультации или коуч-сессии, а можем вообще на всей терапии. Все зависит от того, как вот у вас душа лежит. Но по логике надо использовать и тогда, и тогда. Еще хочу обратить ваше внимание, здорово очень вот такие вот вопросы и себе задавать, когда с клиентом начинаешь работать, чтобы тоже понимать, что у тебя получилось, что не получилось и так далее. Итак, какие же четыре вопроса? Первый вопрос, который условно мы называем вдохновение – чего я хочу? Чего я хочу? Вообще, чего хоть я хочу? Вы даже представить себе не можете, как иногда людям тяжело сформировать эту мысль, чего он хочет. Второе – воплощение. Как я могу этого добиться? Второе – как я могу этого добиться, то есть что я должен для этого сделать? Воплощение. Третье – почему это для меня важно, то есть значимость, да? Почему это для меня важно, значимость. Ну и четвертое – как я могу понять, что достиг желаемого? Как могу понять удовлетворенность? Вот такие вот четыре очень важных вопроса. Чего я хочу? Как мне этого достичь? Почему это важно? И как понять, что у меня все получилось? Совершенно верно, Оксана. Можно и вот так вот выкладывать, да, прошлое, настоящее, будущее. Снизу-верху, сверху-мниз, как угодно. Но все-таки мы привыкли выкладывать в рядочек. И вот я вам сейчас покажу очень хорошую технику, которую я назвала «Якорь». Вы 100% ее нигде не увидите, потому что она авторская, и я такой крутыш. Хотя на самом деле, как я вам уже сказала, уже просто стыдно говорить это слово «авторский». Если вы владеете работой с метафорическими картами, у вас эти авторские техники будут рождаться на каждого клиента. Мы просто не сможем даже это каким-то образом фиксировать. Я всегда говорю, что достаточно вообще одной книги для того, чтобы просто научить людей работать классически. А дальше вы уже сами все будете себе придумывать. Итак, как выглядит эта техника? Смотрите. Я для нее использовала колоду «Ох», колоду «Ох», вот она у меня, вот она, вот. И попросила клиента в открытую, в открытую достать из колоды картинку и слово на вопрос «Чего я хочу?» В открытую. Запомнили? Мы не можем здесь доставать в закрытую, потому что в данном случае перед нами сидит человек, который реально понимает, зачем он пришел. Если, конечно, он вообще не понимает, давайте тянуть в закрытую, может, тогда будет легче. Мы с вами в прошлый раз это делали, да? А здесь как раз в технике, в открытую, человек должен понимать, чего он хочет. Итак, мне клиентка достала. Если вы увидите, то здесь такой «сеятель» и слово «женщины». Какой была ее проблема? У нее абсолютно деструктивное отношение с мамой. Тети клиентки 40 с гаком, маме там уже под 70, они воюют ненаживо на смерть, причем непонятно ради чего. Естественно, мама не дает ей толком выйти замуж, какие-то случайные связи. Ребенок тоже вот, папы нет, этот ребенок между этими двумя женщинами. То есть, по сути, слово тоже в открытую, да, всю вот эту пару мы достаем в открытую. По сути, чего хочет женщина, а самое главное, что они живут в одной квартире, представляете? То есть вообще, ну вообще просто. Она хочет, чтобы у них все-таки с матерью появился некий какой-то нерок, который бы приносил не разрушение, а созидание. Потому что мама там бывшая учительница, она очень много может дать для ребенка этой женщины. Кстати, родила она поздно, девочке было 10 лет, женщине 42, по-моему, а девочке 10, да. Вот, то есть мама может приносить пользу, мама может не чувствовать себя одинокой, мама может давать какую-то поддержку. И женщина реально вот, живя со своей мамой, пусть и в одной квартире, она все-таки хотелось бы, чтобы она смогла так договориться, чтобы их совместная жизнь могла приносить пользу, плоды. Вот она поэтому и достала вот это слово в открытую женщине и картиночку вот этого, что называется, сетеля. А дальше я попросила на остальные вопросы закрытую достать. Итак, мы достали картинку и слово на запрос «Как мне этого достичь?», «Почему это для меня важно?» и «Как понять, что я этого достиг?». А дальше по одной, просто я не могу вам каждый раз каждый шаг делать, да, поэтому дальше вы увидите, что мы все карты вскрыли. А вообще вскрываем по одной, вскрыли карту, как мне этого достичь, обсудили, следующую вскрыли, почему важно, обсудили, ну и последнюю тоже самое. Значит, теперь смотрите, что у нас получилось с нашей клиентой. Итак, вот здесь вот немножко засветилось, на картиночке здесь разбитая, стакан разбитый и вытекает молоко, вытекает молоко. Вот на второй, видите, где слово «гнев». Вот что мы с ней достали, как мне этого достичь? Она достает вот это вот слово «гнев», она достает эту разбитую посуду с вытекающим молоком. И человек не хочет сначала думать об ассоциациях. Она сразу говорит мне, что надо порвать с ней отношения и вообще показать ей, насколько я гневаюсь. Я ее сразу спрашиваю, а что это даст, чему это приведет? Она говорит, так я все время так делаю. Я то собираюсь снимать квартиру, но у меня нет денег, то я возвращаюсь, мы постоянно ругаемся, мы рвем отношения, мы не разговариваем. Я говорю, вот видите, значит вот эта карта говорит о том, что надо наоборот сменить тактику. И тут у нее уже чик переключилось, и она мне трактует. Я поняла, если я гневаюсь, то вот молоко для меня – это жизнь, это еда, это не питье. Из меня выходит жизнь, и это говорит она правда. Как только я поругаюсь с мамой, я никак не могу восстановиться. Вот первое, что мне надо сделать, это перестать гневаться, перестать сердиться, каким-то образом прийти вот к такому вот балансу. Ну здорово, здорово, если человек это сам для себя решил и понял, это просто браво. Смотрим дальше. Почему это так важно? И вот смотрите, слово «быть долгу» и «одинокая женщина», и она мне говорит, меня мама растила без папы. Ведь по сути, ей сказали, что она, если меня родит, то она умрет. И все-таки она на этот подвиг пошла. И я вот сейчас только подумала, глядя на эту фигуру, ведь каждый раз, когда я с ней нахожусь вот в этой конфронтации, конфликте, ведь она же действительно вот так одиноко себя чувствует. У нее никого нет, кроме нас. И вот я вот так вот себя веду. И вот эта картинка, где одинокая фигура чего-то ожидает, а слово «быть долгу», она даже прослезилась. Вот я иногда, когда у меня бывают такие моменты, я всегда исхожу из поговорки «Дорогречка к Христову дню». И я ее спрашиваю, хотите маме позвонить? Она говорит, да. И она звонит маме, говорит, мам, привет, как ты сегодня? И я так поняла, что там на том конце некое онемение просто происходит. И я очень боялась, что мама-то уже возрастная, может сказать, какого-то ей дела. Вот, а там вдруг что-то такое, дочечка и блинчики. И в общем, по сути, уже можно было бы заканчивать нашу консультацию, но мы все же решили до конца дойти и понять. А как понять, да, что это достигнуто? И мне уже клиентка сама говорит, вот это абсолютно четко, я и моя мама. И вот мы с ней едем вместе. Ведь я боюсь, я попозже прихожу домой, чтобы с ней не общаться, потому что она мне задает дураткие вопросы. Я говорю, какие вопросы? Ну, что ты сегодня делала? Ну, как прошел день? И она на меня смотрит и говорит, вот я сейчас понимаю, ведь это же не дураткий вопрос, это просто забота. И кроме нее никому не интересно, как прошел мой день. То есть вот такое вот озарение на пустом месте. Она говорит, вот эта вот карта, как я пойму, что я достигла этого? Мы с мамой отправимся в путешествие вдвоем. Ну, ничего себе. Ну, здорово. По сути, можно уже закончить, но я всегда ищу ресурсы. Всегда. Потому что одно дело вот это все обговорить, а второе дело же надо еще найти силы для этого. И тогда я предлагаю этой же клиентке посмотреть, вот чтобы нам вот это все достичь, понять, увидеть, как это важно и так далее, и так далее. Где нам взять силы? Где нужно взять ресурсы? Так, сейчас прочитаю, что Алина говорит. Из чего формируется вера клиента в себя, особенно неуверенного? Вы знаете, я вам, наверное, скажу нескромно. У моих клиентов формируется вера в себя из моей веры в них. Господь дал такой дар убеждения, который от меня вообще не зависит. Я могу в чем угодно и кого угодно убедить. Поэтому я настолько верю в них, что у них будет все хорошо, что они реально этим заряжаются. И здесь у меня никогда не бывает, что, например, пришел человек, ну, хоть чуточку, вот на столечко, но ему стало лучше. Вот мы пообщались, ему стало лучше. А все уже зависит от того, как человек это воспринимает. Один говорит, я прям почувствовал, как вы в меня вливали энергетику. Вливала литрами. Другой говорит, вот как родной душ мог поговорить, да, и так далее, и так далее. Все-таки я, когда мои клиенты приходят, дарю им веру исключительно из моей веры, что у них все будет хорошо, и нет ничего такого, чтобы было плохо. Итак, мы находим ресурсы для каждой карты. Для этого я прошу, из любой ресурсной колоды, в данном случае я работала с сагой, вот эти они вообще-то темненькие, синенькие, а здесь они черными получили, около каждого вопроса, а вы помните вопросы первые, чего я хочу, как мне этого достичь, почему это важно, и как понять, что это достигнуто, в закрытую, достать карту помощь себе, карту ресурс, где, чтобы вот это осуществить, человеку нужно в себе эту помощь брать. Так, у меня пропала связь. Катерина, напишите, что перезагрузиться, наверное, нужно. То есть вы некий костыль для клиента на первой консультации всегда. Всегда. И никто меня не переубедит, что пришел ко мне клиент, которого бросила любимая женщина, я тут же должна сказать, плыви, и тебе не нужны костыли. Всегда. Вожусь как с маленьким до тех пор, пока он не придет в нормальное состояние по осознанию, значимости, что происходит. А уже потом клиент отнимается, в смысле, костыль, и клиент себе идет дальше. В тот же случай, когда, вы знаете, сейчас у нас у коллег очень много работы с родственниками погибших, да, пассажиров, конечно, мы костыли, конечно, мы костыли. И даже если вы видите, они опираются. И я думаю, что это нормально. Это очень хорошо. Побыть поначалу костылем. А потом уже ничего, потом он и сам пойдет. Нога сломана, всегда костыль. Нога выздоровела, и никакие костыли не нужны. Я думаю, что это так. Не возникает эмоциональной зависимости. Сложно мне сказать, но я всегда ставлю рамки. Я всегда говорю клиенту, наша будет с вами встреча от одной до пяти. Если за пять раз я не помогла, ну, значит, у нас два варианта. Либо я не ваш специалист, либо вы не хотите по каким-то причинам, чтобы эта помощь пришла. То есть рамки вот эти вот временные я обязательно ставлю, потому что это опасность у многих. Клиенты подсаживаются. Они подсаживаются. Я не живую жизнь, я не даю им советы. Но то, что они подпитываются и подбирают, это, конечно, это есть поначалу. Вот. Значит, что мы не разобрали? Разобрали страх. Четвертую карту мы разобрали с вами, показываю. Вот она. Это вы просто... Вот. Страх, люди едут вместе. Это... Женщина может это понять, что у нее все получилось, и наладился диалог с мамой, когда она бесстрашно вместе с ней отправится в путешествие. Вот так она решила. Итак, мы с вами достали на каждый запрос по одной ресурсной карте и начинаем вскрывать. Итак, первое. Посмотрите, чего я хочу? Вот она хочет продуктивного вот этого отношения с мамой. Посмотрите, дерево. Я ее спрашиваю, как вы думаете, в чем? В чем здесь ваша сила? Она говорит, ну это же дерево, это рот. Как я могу с человеком, который дал мне жизнь, который столько для меня сделал, как я могу с ней, вот так тем более ей уже 70 лет, конфронтации жить. Это дерево, это наша семья. И я теперь это понимаю. И вот именно в этом и есть мои силы. И я на верном пути. И я хочу, чтобы наша семья была крепкой. Здорово, отлично. В маяке последние 4 карты в закрытую. Это какие последние, скажите мне? Здесь все в закрытую. Только самая первая карта, мое состояние, чего я хочу, она в открытую. А дальше все в закрытую. Все в закрытую. Дальше смотрим ресурсы. Гнев, да? Как избежать вот этого гнева и как избежать вот этих, да, и ресурсных в закрытую. Да, да, да. Потому что мы в данном случае как бы человеку показываем, да, что он вот может сделать в закрытую. Она мне рассказывает, вот я здесь вижу в ресурсной карте, что это пустыня. Здесь ничего не растет. И вот если я сравню две карты, здесь дерево, когда я хочу, чтобы мы были с мамой на одном поле, сеяли и выращивали что-то, то здесь этот гнев, это выжженная пустыня. Она ничего не дает. Это еще раз показывает, что мне надо сделать все, чтобы взять себя в руки, перестать контактовать и гневаться. И вот она уже дальше, у нее пошли ассоциации. И я не случайно сказала, вы видите, молоко это жизнь, она вытекает, пустыни жизни нет. Ну, в общем, супер-супер. Так, значит, третий вопрос в этой технике. Третий вопрос, почему это важно? Значимость. Значит, первый вопрос, чего я хочу? Второй вопрос, как мне этого достичь? Третий вопрос, почему это важно? И четвертый вопрос, как я узнаю, что я этого достиг? Вот. Ресурсная в данном случае сага, а вообще вы можете любую использовать. Смотрите дальше, как она трактует. Почему это важно? Да, мы спрашиваем, вот быть в долгу, и вот эта вот женщина. И здесь перышко. То есть, как ей дальше с мамой? Почему это важно? Она говорит, вот это вот перышко для медян. Когда я сейчас поговорила по телефону, мне казалось, что мама меня совершенно не понимает. Но стоило мне сменить тон, стоило мне проявить хоть какую-то заботу, это все просто пошло, как по маслу. Она мне тут же ответила, что она испекла мои любимые блинчики, что я люблю с черникой. Она сейчас бегает на базар, и тут были опять слезы. Но это очень хорошие слезы, согласитесь, дать слезы очищения, это здорово. И вот это вот она говорит перышко, что мне по сути даже не надо прилагать никаких усилий, мне надо только сменить свой тон и показать заботу и любовь. И по сути это все. Я получу обратную реакцию. То есть, как мы смотрим на мир, так и мир смотрит на нас. Можно ли убрать карту со словами по просьбе клиента? Можно, но меня никто не просил. Вы можете заменять карты, убирать карты, тусовать карты, все что угодно. Если клиент просит, это его расклад, это его сессия, это его консультация, его колода, что угодно может сделать. Выбирайте. У меня никогда никто не просил. Может он захочет, например, сказать, а можно я другую достану? Достаньте. С этим лучше? Лучше, ну супер. Можно. Ну и последнее. Видите, да, здесь такая вот карта победительницы. Спасибо, Наталья. Я чуть тоже прям так, она мне в душе пришлась, эта техника. Вот видите, да, то есть когда она с мамой поедет в это путешествие, вот она карта победительницы. Здесь такая девушка стоит, она вот руки кверху. Спасибо. Ну и моя клиентка сказала, вы знаете, мне кажется, что это еще вот некая благодарность Богу. Я думала о том, чему уж благодарность, и она добавляет, что я сегодня это поняла. Ну прелесть, ну здорово. Честно я вам хочу сказать, да какая там волшебница надежная? Не всегда так гладко. Вот я такие техники или консультации называю как по маслу. Ой, какие бывают сложные. Бьешься, бьешься, пора прямо с человеком за руку ходить. У меня есть такие тяжелые клиенты. Вот здесь я даже не буду скрывать, костыль могу быть и долго, там и неделю, и две, и три. То есть, ну вы понимаете, что если человек находится или же в состоянии утраты вот этой острого горя, ну мы не можем вот его сразу же выпустить, ну немножко держим, что делать. Нужен опыт, я согласна, нужен опыт. Но с большим удовольствием, когда меня спрашивают там, они тебя эмоционально, никто меня эмоционально не ест, не истощает, абсолютно идет вот такой вот процесс обоюдный. Они мне, вы знаете, как я была ей благодарна вот за эту реакцию, за то, что она мне поверила, за то, что она мне сказала, какая-то ерунда. То есть, ну, мы с ней, в общем, достались совершенно довольны друг с другом. Она приходила ко мне еще, наверное, раза три. Не было такого. Пришла к маме, поцеловались, жизнь удалась. Но с этого момента она начала удаваться. И самое интересное, что вот следующую консультацию мы с ней как бы провели, ну так вот условно, закрепляя поведение, как дальше, а на следующие две она приводила дочку. Потому что 10-летняя девочка в этой борьбе двух любимых женщин, она уже реально начала испытывать серьезнейшие проблемы, дискомфорт. Вот, то, что я вам сегодня хотела рассказать. Я опять уложилась. Ура, как это прекрасно. Мне кажется, здесь все вот понятно, да. Можно, конечно, в идеале вам написать или напечатать слова, как я вот от руки писала, да. Но мне некогда было. Я не могу вот каждый раз предвидеть, с чем ко мне придут. Вот пришел человек, хоп, у меня тут щелкнул, я быстро от руки написала. А так, конечно, можно заготовить такое, и будет здорово. Спасибо вам тоже большое. Карта чудесно работает, я с вами совершенно согласна. Рада, если хоть чуть-чуть помогла. Восстанавливаюсь. Ален, восстанавливаюсь очень хорошо. Мы общаемся с детьми, и это самое лучшее восстановление, да, только не в процессе клиентской работы, а в процессе радости. У меня внучке два с половиной года, она ничего не говорит. Вот я же говорю, только баба, а ел и осел. То есть баба, а ел и осел. И когда я с ней общаюсь, у меня сплошное восстановление, когда я пытаюсь понять, что она своим языком и речами пытается мне как-то доложить, восстанавливаюсь на раз-два. Девочки, спасибо большое, не знаю, были ли у нас мужчины, очень вам благодарна, что пришли. Всегда можете меня, если какие-то вопросы, с удовольствием отвечу, с удовольствием поделюсь, потому что знаю абсолютно точно, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Передаю слово Катерине, вам большое спасибо и хорошего вечера, если он у вас еще продолжит. На связи я расскажу, как получить презентации, видеозаписи и как участвовать уже буквально через два дня. Виктория, если можно, на стоп, пожалуйста, нажмите на презентацию. Кому нужны видеозаписи, и данного вебинара, и предыдущих вебинаров я сейчас поставлю, размещу в чате ссылочку. Так, ага, вы можете по ссылочке пройти, увидеть первую запись и увидеть непосредственно, буквально завтра уже вторую запись. Также у нас на портале были вебинары предыдущие, Виктории по работе в партнерских взаимоотношениях. Сейчас я тоже вам пришлю ссылочку, вы сможете посмотреть там записи. Для тех, кто планирует идти дальше, вам уже сейчас можно зарегистрироваться на курс и получить скидку 20%. Буквально сегодня еще 3 часа будет действовать эта скидочка. Я сейчас вам все расскажу. Вот еще одна ссылка. Либо по первой, либо по второй. Вторая запись, там есть тоже, ой, точнее, первая ссылочка, там тоже есть и презентация колод. Начните смотреть, увидите. Все, Виктория рассказывает. Там в каждой записи на самом деле и про колоды, потому что колод много на самом деле, и про колоды, и про техники. Так что, кто планирует уже получить максимум информации, смотрите и там, и там. Дальше. У нас 4 занятия. Начинаются они 6 ноября, 9, 11 и 13. Вечером будет проходить данный курс с 12 до 21 по киевскому времени, с 20 до 22 по Москве. Очень много техник. Вы можете посмотреть программу. И у нас собирается еще закрытая группа, там, где вы сможете делать домашние задания, делиться друг с другом, задавать вопросы и после вебинара. Документы об окончании. Это сертификат Центра дополнительного психологического обучения «Человек» будет выдан от Виктории Глобородовой для тех, кто пройдет. И вы можете посмотреть по пакетам участия. То есть, возможности есть для всех. Это просто участие в вебинарах. 6 тысяч рублей, 2 тысячи, практически гривен, 95 долларов. Пакет «Б» – это участие, сертификаты, записи вебинаров. И пакет «С» плюс личная консультация по Skype от Виктории Глобородовой. Скидка 20% для всех, кто введет купон на скидку, который называется «Мета». Вы пройдете по этой ссылочке, увидите там систему оплат и сможете ввести данное слово ключевое. Вот таким образом вы увидите эту систему. Что дальше? Вы введете метод, появится зеленая галочка, и вам исправится стоимость участия на данный онлайн-курс в каждом пакете. Что еще? Есть разные способы, можете посмотреть. И для тех, кто не планирует участвовать, а кто хочет получить только видеозаписи, вы сможете тоже это увидеть на данном сайте. Очень интересная программа, техники. Просто будете брать и пользоваться после вебинара. Вот эта ссылочка. Здесь вы увидите, видите запись первого вебинара. Здесь чуть-чуть ниже, когда опубликуется второй день сегодняшний, появится вторая запись. Здесь есть презентация метафорических карт. 17 минут, тоже видео. Здесь есть учебный план для тех, кто хочет метафорические карты и коучинг применять в своей практике психологического консультирования. Дальше вы можете нажать на кнопочку «Переход на оплату» и здесь ввести мета. Видите, все. Система считает, и вы можете заполнить и заказать. Данная скидка действует еще сегодня 3 часа. Поэтому, кто планирует, можете зарегистрироваться, получить скидочку и оплатить уже завтра или послезавтра все участие. И в пятницу вечером к нам включиться. Также есть возможность приобрести запись онлайн-курса. Тоже нажать можно на эту кнопочку и приобрести запись с материалами. У Виктории по 150 страниц материалов. Я просто начала читать, и это клад, такой, которого нет вообще нигде. Поэтому все, что Виктория чем делится, это действительно такое сокровище, что просто нужно очень много лет опыта, чтобы к этому прийти. А здесь вы готовенькие уже для разных ситуаций, для разных случаев возьмете и будете использовать. Будете использовать. Если понятно, как дальше принять участие, переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Как получить записи без участия? Сколько это стоит? Да, Илья Нарасчаст, я еще расскажу. Материалы высылаются только тем, кто идет по третьему пакету. Видеозаписи есть, а материалы я просто забыла добавить по третьему пакету, либо отдельно их можно будет приобрести. Ну, то есть уже кто идет в группу, мы с вами там решим. Но по третьему пакету будет входить. В стоимость еще здесь будут материалы. Приобрести записи онлайн-курса. Это 5 900, а записи с материалами 7 900. Просто без участия. Да, просто без участия. Поэтому включайтесь. Таких точно не будет больше, дальше цен. Это мы проводим такой пилотный проект. Да, дальше мы будем формировать записи. И, конечно, это будет стоить намного больше. Поэтому живое участие, это всегда для вас, да, будете делиться опытом, практикой задавать вопросы свои. Это всегда, конечно, лучше. Но если не получается, да, по вечерам, то можете приобрести и таким способом. Если еще вопросы, задавайте, пожалуйста. Спасибо, что прокомментировали качество трансляции и вебинара. Нам, конечно, очень приятно. Мы стараемся все время улучшать. Если придется один вечер пропустить, если вы купили второй или третий пакет, то у вас будет запись. Если вы купили первый пакет, ну, тогда записи нет, то есть участие там второй или третий. Нет, нет, материалы. Материалы я вам сейчас даже постараюсь показать. Материалы, если вы останетесь на связи. Я покажу, что же такое все-таки материалы. Что же такое материалы. Так, так, так. Один момент. Я практически нашла. Так, а сертификат. Есть второй пакет и одно занятие. Да, будет сертификат, если второй пакет вы берете. Да. Если одно занятие пропустите, вы потом посмотрите в записи и получаете. Вот смотрите по материалам. Что же есть в материалах. Вот такие у нас материалы. Если я правильно показываю, это были материалы по первому курсу. Сейчас просто немножко долго открывается. 106 листов, первый модуль. А таких три модуля. Я так понимаю, что 300 листов. Совершенно разные техники, которые на вебинарах. И, ну, вот, долго открываются, да. Так. Так. Вот таким образом здесь все. Виктория предоставляет, да, то, что используется. Начало консультации, да. Техника, безопасное место. Какую колоду использовать. Картинки. Ну, то есть, лучше и невозможно придумать. Я даже книг таких не видела, да. То есть, здесь полностью. Это для участников, которые спрашивали про материалы. Если еще вопросы, задавайте, пожалуйста. Если вопросов нет, тогда я вам сейчас оставлю свои контакты. И для тех, кто принимает участие, вы можете добавить меня в скайпе. Я добавлю вас в группу. У нас уже в скайпе сформировалась группа. Я буду вас добавлять. И также вы можете добавить меня на фейсбуке. Элеонора, я думаю, что нет. Все-таки отдельно материала нет. Это только для участников. Ну, согласитесь, очень много работы проделано, да. Нет. Только для участников, которые либо идут, либо записи покупают. Будет ли разница в информации, в материалах и живых... Ну, то есть, видеозаписи с материалами у вас будут те, которые будут и у участников, которые будут каждый вечер включаться. Ну, то есть, записи, материалы, те, которые этого курса и на вебинаре, и в записи, они одинаковые. Конечно, видеозаписи и материалы вы приобретаете за 7 900, а участие и видеозаписи вы приобретаете со скидкой за 7 200. Ну, то есть, второй пакет, он даже дешевле, чем просто видеозаписи и материалы. Поэтому принимайте участие в любом случае по вечерам. Вы получите массу удовольствия в таком живом... в живой работе, в живом общении. Но если нет, тогда записи будут высланы после каждого занятия. Так. Я выслала ссылочку ВКонтакте, точнее, логин ВКонтакте и высылаю ссылку на Facebook. Можете добавлять. Если вы идете по второму пакету, вы можете приобрести дополнительно материалы. Они стоят 3000 рублей. Материалы. Тогда вы сможете их приобрести. Да, запись... Да, запись, конечно, будет. Конечно, не ТАЛа, да? Нет, второй пакет без материалов. Да, еще раз. Материалы только идут в третьем пакете. Третий пакет со скидкой получается 9600. И консультация Виктории. Второй пакет вы можете приобрести. Материалов там нет, но можете отдельно их приобрести. Но выгоднее тогда вообще уже третий. У вас будет и консультация, либо супервизию вы можете взять у Виктории. Если еще будут вопросы по поводу оплат, по поводу платежей, по поводу материалов, по поводу видеозаписи, добавляйте меня в скайпе, на фейсбуке, и я обязательно вам отвечу. Если будут вопросы по поводу скидки, тоже пишите. Я вам повторю. Купон скидки, который называется Мета, если вдруг забудете или еще как-то. Если вы думаете насчет каких пакетов, тоже можете вначале приобрести один, например, потом докупить второй. Элеонора задает вопрос. Виктория, если вы слышите, можете ответить в чате письменно. Все, что есть в материалах, будет в вебинарах, или это дополнительная информация, которая в вебинарах не будет. Вот на вопрос Элеоноры выше. Хорошо, всем участникам, кто сегодня присутствовал, огромное спасибо за внимание. Отзывы вы также можете написать в группе метафорических карт на фейсбуке. И те, кто идут дальше в группу, есть вопросы. Оставайтесь, мы еще на связи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok